Друзья, привет! С вами Сапклаб. Сегодня в ролике я расскажу, как выбрать сухой гидрокостюм. Если на дворе становится прохладно, а кататься на сапборде хочется, вас выручат так называемые сухие гидрокостюмы. В Сапклаб представлены сухари нескольких производителей. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать сухой гидрокостюм на примере линейки производителя Абранда. Приобрести сухарь можно в нашем магазине Сапклаб. В наших офлайн-магазинах в Москве, в Санкт-Петербурге и в Краснодаре есть в наличии все модели и большой выбор цветов и размеров. Можно также заказать индивидуальный пошив по вашим меркам. Кстати, покупая сухой гидрокостюм Сапклаб, вы обязательно получите ценный подарок. По ссылке в описании вы можете узнать, какой подарок действует именно сейчас. А поможет нам разобраться в деталях Мария Казарина, руководитель Абранда. Мария, добрый день! Добрый день! Скажите нам, пожалуйста, какие модели сухих гидрокостюмов есть и как выбрать нужную? Сейчас в нашей линейке две основные модели. Это модель Комфорт и модель Элит. Они в основном отличаются не только кроем, но и тканями, из которых они сделаны. Скажите, пожалуйста, а чем отличается эта мембрана? В версии костюма Комфорт мы используем мембрану с характеристиками 15 тысяч гидрозащита и 10 тысяч паропроницаемость. А в версии Элит эти характеристики гораздо выше. Там 30 тысяч паропроницаемость и 30 тысяч гидрозащита. А теперь у меня вопрос про молнию костюмов. Она обычно идет посередине, а иногда наскосок. И с чем это связано? Это связано с тем, что у нас есть версии костюмов как для сапсерфинга, так и для ребят, которые увлекаются каяками и поярками. Вот как раз для них мы предлагаем версию костюмов с косой молнией. Она более герметичная, поскольку у нее шейная манжета, но это нужно только тем, кто находится близко к воде. Для сапсерферов у нас разработана специальная конструкция с вертикальной молнией, в которой удобно отрести стоя. А я еще знаю, что бывают разные молнии в костюмах. Расскажите, пожалуйста, зачем это нужно? Мы используем две разные версии молнии в костюмах. В версии комфорт у нас спиральная герметичная молния, а в версии элит тракторная. Они отличаются именно своим видом. Обе очень хорошо держат воду, но тракторная молния, она чуть более плавная и четче застегивается. Спиральная молния мы используем ее достаточно давно, она много уже в ходу, и мы точно знаем, что она отличная сверху казалки. Скажите, пожалуйста, а у некоторых моделей усилены колени? Зачем это нужно? Усиленные колени мы рекомендуем тем, кто много стоит на коленях во время гребли. Часто это прокатные костюмы, где много новичков. А ребята, которые уже достаточно активно занимаются сапсерфингом, они перебут часть его уже стоять. Я видела, что у многих костюмов есть пришитые гидроноски, германоски. Зачем это нужно? Сухие пришитые носки чаще всего используют те, кто много ходит по мелководию. Это также либо инструктора, либо ребята, кто на байдарках и на каяках ходят, они часто выходят именно в воду. Но мы все-таки рекомендуем делать костюмы без носков. Во-первых, в таком случае у костюма гораздо больше диапазон использования. И носки это самое первое, что выходит из строя в костюме, потому что ты в нем стоишь и ходишь. Поэтому костюм без носков, он более практичный. У нас также есть отдельные носки, которые также есть в вашем магазине. И они могут соединяться с костюмом и использоваться как раз на такой случай. И если они выйдут из строя, их гораздо проще поменять. Да, правда. Мария, есть еще такое сложное слово – обтюратор. В понимании меня и наших зрителей это просто манжеты и воротник. Они бывают неопреновые, а бывают латексовые. Скажите, пожалуйста, в чем отличие и какой у вас обтюратор? Мы выпускаем костюмы только с неопреном. Поскольку неопрен более практичный, он дольше служит. И гораздо мягче, не передавливает ни шею, ни щиколотки, ни запястья. И не остаются никаких синяков. Латекс нужен для тех, кто занимается подводной охотой, когда они ныряют в глубоком подводу. А наши клиенты в основном ходят над водой. Но неопрен, он же тоже бывает разный? Это тот же самый неопрен, который используется в мокрых гидрокостюмах? Нет, мы используем неопрен с закрытой порой. Он практически непроницаемый, почти на 97%. И он у нас покрыт с двух сторон тканью. За счет этого вы не порвете его ни часами, ни пальцами, ни надевания. И, соответственно, у него специальная конструкция сделана, которая за счет большой площади прилегания, а латекс только в одном месте прижимает, а неопрен прилегает практически на расстоянии 10 сантиметров у нас. И вода туда не проникает. Мария, спасибо вам большое за наш рассказ. Надеюсь, нашим зрителям было интересно. Спасибо вам, приходите еще. Спасибо большое. А с вами был Сапклаб.